Айзек Азимов Ах, баттон-баттон! Читает Александр Большишальский В заблуждение меня ввёл, конечно, его смокинг, и в течение каких-нибудь двух секунд я действительно его не узнавал. Он был для меня просто долгожданным клиентом, первым, кого судьба мне, наконец, послала за всю неделю. Естественно, показался великолепным. Даже в смокинге в 9.45 утра он был неземным видением. Хотя из рукавов, не доходивших до запястья дюймов на шесть, свисали длинные костлявые кисти рук, а края носков и края брюк тщетно пытались встретиться, он был прекрасен, этот первый за неделю клиент. Но затем я увидел лицо, и клиента не стало. Передо мной был мой дядюшка Отто. Прекрасное видение исчезло. Как всегда, дядюшка напоминал старого верного пса, которому только что ни за что ни про что дали пинка в зад. Дальнейшее мое поведение не отличалось оригинальностью. Я сказал, «А, это вы, дядюшка Отто!» Вы бы его тоже где угодно узнали, доведись вам хоть раз увидеть эту физиономию. Когда лет пять назад на обложке журнала «Тайм» поместили его портрет, а было это в году восьмидесятом или восемьдесят первом, по меньшей мере человек двести прислали в редакцию письма, где клялись, что вовек его не забудут. Большинство из них даже добавили что-то насчет ночных кошмаров. «Вы хотите знать полное имя моего дядюшки?» «Пожалуйста. Зовут его Отто Шемельмайер. Но прошу вас не делать из этого каких-либо поспешных выводов. Он всего лишь родной брат моей матери. Меня же зовут Смит». «Гарри, мой мальчик», — сказал он, и из его груди вырвался звук, похожий на стон. Все это было впечатляюще, но не очень вразумительно, поэтому я спросил, «А при чем здесь смокинг?» «Я взял его на прокат», — ответил дядюшка. «Ну, хорошо, но зачем надевать его рано утром?» «А что, разве уже утро?» Он растерянно оглянулся по сторонам, подошел к окну и высунулся в него. «Вот таков он всегда, мой дядюшка Отто». Когда мне все же удалось убедить его в том, что сейчас действительно утро, он не без труда пришел к выводу, что, должно быть, всю ночь бродил по городу. Убрав костлявые пальцы салба, он сказал, «Я был так расстроен, Гарри, на этом банкете». Пальцы помелькали в воздухе еще с минуту, а затем сжались в увесистый кулак, который несколько раз опустился на мой стол, подобно молоту, забивающему сваи. «Все, хватит. Теперь я все буду делать сам». Такие заявления мой дядюшка делал уже не в первый раз с тех пор, как началась эта история с эффектом Шемельмайера. «Вы удивлены? Может быть, даже считаете, что эффект Шемельмайера создал дядюшке Отто имя и сделал его знаменитым?» «Ну что же, все зависит от того, как на это посмотреть». Он открыл эффект еще в 1966 году, и, возможно, вам это не хуже моего известно. Короче, он изобрел германиевое реле, которое приводилось в действие биотоками мозга, или, как бы это сказать, электромагнитными полями, образующимися вокруг мозговых клеток. Он потратил годы, чтобы превратить это реле в флейту, которая играла по велению только одной вашей мысли. Это была его любовь, его жизнь, и это должно было совершить полный переворот в музыке. Отныне играть смогут все. Не надо ни таланта, ни умения. Достаточно только подумать и захотеть. А потом, лет пять назад, этот парень, Стивен Уилланд, из военного концерна Consolidated Arms, внес в эффект кое-какие изменения и приспособил его совсем для другой цели. Он создал поле сверхзвуковых волн, которые через германиевое реле так активизировали деятельность клеток мозга, что буквально испепеляли их. С расстояния 20 шагов можно было мгновенно убить крысу. А затем выяснилось, что и человека тоже. Уилланд получил 10 тысяч долларов, а главные держатели акции Consolidated Arms огребли миллионы, когда правительство купило патент. А мой дядюшка Отто, ну что же, он попал на обложку журнала Time. После этого все, кто знал его, заметили, что он погрустнел. Некоторые думали, что это потому, что он ничегошеньки не получил за свое изобретение. Другие считали, что это от того, что его величайшее открытие стало орудием войны и убийства. Все это ерунда. Дело все во флейте. Она была венцом его творений. Бедный дядюшка Отто пуще всего любил свою флейту. Он всегда носил ее с собою, готовый в любую минуту продемонстрировать ее. Она висела в специальном футляре на спинке стула, когда он завтракал, обедал или ужинал, и у изголовья его кровати, когда он спал. В воскресенье по утрам физическая лаборатория университета оглашалась душераздирающими звуками издаваемыми флейты дядюшки Отто в результате не всегда удачных попыток воспроизвести сентиментальные напевы родной Германии. Вся беда в том, что ни один фабрикант музыкальных инструментов не хотел и слышать о флейте моего дядюшки. Как только стало неизвестно, профсоюз музыкантов пригрозил расправиться с любым, кто посмеет к ней хотя бы прикоснуться, представители всех зрелищных предприятий мобилизовали своих лоббистов и приказали в случае чего немедленно ринуться в бой. Даже старик Пьетро Фарранини, заложив дирижерскую палочку за ухо, сделал представителям печати гневное заявление о гибели искусства. Это был удар, от которого дядюшка Отто по сей день не мог оправиться. Теперь же он рассказывал. «Вчера я так надеялся. Консолидейтед звонит, говорит, будет банкет в мою честь. Как знать, — сказал я себе, — может, они и моя флейта думают купить?» Волнуюсь, мой дядюшка всегда строил фразы на немецкий лад. Его рассказ начал меня интриговать. «О, представляю!» — воскликнул я. «Тысячи гигантских флейт на территории противника изрыгают рекламу столь идиотскую, что...» «Молчать!» «Молчать!» Дядюшка Отто опустил свою ладонь на стол с треском, похожим на выстрел, отчего пластмассовый календарь судорожно подпрыгнул, захлопнулся и плашмя упал на пол. «Ты тоже шутить? Ты тоже меня не уважать?» «Простите, дядюшка Отто. Тогда слушай. Я был на банкете, где было много речей о Шемельмайер-эффект. Какую силу он разуму придал. А потом, когда я так ожидал, что они покупают мой флейта, они сунули мне вот это». Он вытащил что-то похожее на увесистую золотую монету стоимостью в две тысячи долларов и вдруг швырнул ею в меня. Я вовремя увернулся. Если бы монета угодила в открытое окно, она наверняка отправила бы на тот свет кого-нибудь из прохожих, но она, слава богу, угодила в стену. Я поднял ее. По ее весу мне сразу стало ясно, что она лишь позолоченная. На одной ее стороне большими буквами было оттиснуто «Медаль Элиаса Банкрофта Сэндфорта». А буквами поменьше. Доктору Отто Шемельмайеру за его вклад в науку. На другой же стороне был чей-то профиль, но явно не моего дядюшки. Во всяком случае, в нем не было сходства с породой лающих. Скорее, он напоминал кого-то из семейства хрюкающих. «Это Элис Банкрофт Сэндфорд, президент Consolidated Arms», пояснил дядюшка и продолжил свой рассказ. «Когда я понял, что это все, я вставал и очень любезно им говорил. «Джентльмены, я не нахожу слов». И ушел. И бродили всю ночь по улицам. Я проникся к нему искренним сочувствием. «Вы пришли сюда, даже не переодевшись, прямо в этом смокинге». Дядюшка Отто вытянул перед собой руку и с явным недоумением посмотрел на нее. «В смокинге?» «Да, в смокинге», подтвердил я. Его длинное костлявое лицо покрылось красными пятнами. Дядюшка Отто буквально зарычал. «Я прихожу к родной племянник с очень важным вопросом, а он только об один дурацкий смокинг говорит. Мой родной племянник». Я дал ему выкричаться. «Дядюшка Отто действительно единственный гений в нашем роду, и поэтому мы стараемся по мере возможности уберечь его от того, чтобы он не угодил в канаву или не вышел вместо двери в окно. Во всем же остальном мы даем ему полную свободу». Наконец, я спросил, «Чем я могу быть полезен, дядюшка?» и постарался, чтобы мой вопрос прозвучал солидно и по-деловому. После многозначительной паузы он, наконец, сказал, «Мне нужны деньги». Увы, он обратился не по адресу. «В данный момент, дядюшка», начал было я, «не твои деньги», прервал он меня. Я с облегчением вздохнул. «У меня есть новый эффект Шемельмайер, еще лучше, чем первый. Но я его никому не давать, никакой журнал не сообщать. Свой большой глотка я буду держать теперь закрытый. Я делаю все сам». Он размахивал костлявыми кулаками, словно дирижировал невидимым оркестром. «Благодаря этот новый эффект», продолжал он, «я собираюсь сделать много денег и открывать мой собственный фабрик для флейта». «О, очень хорошо», сказал я, подумав о фабрике и кривя душою. «Но я не знаю как». «Это плохо», сказал я, снова подумав о фабрике и снова кривя душой. «Беда в том, что мой ум гениален есть. Я могу придумывать то, чего не может придумывать обыкновенный человек. Только Гарри, я не умею делать деньги. Этот талант у меня нет». «Плохо», сказал я теперь уже вполне искренне. «Поэтому я пришел к тебе, как к адвокату». Я осторожно хихикнул. «Я пришел к мой племянник», продолжал дядюшка, «чтобы он мне помог через свой хитрый, извращенный, лживый, бесчестный адвокатский профессия». Мысленно я отнес его слова к категории неожиданных комплиментов и поторопился сказать. «Я тоже очень люблю вас, дядюшка Отто». Он, должно быть, уловил иронию, ибо, повыгровев от гнева, закричал. «Не смей обижаться. Смотри на меня, терпение, понимание, добродушие, болван. Кто говорит о тебе, как о человек? Как человек, ты есть честный дурак. А как юрист, ты должен мошенник быть. Все это знают». Я вздохнул. Коллегия адвокатов предупреждала меня, что подобное непонимание вполне возможно в адвокатской практике. «А что это за новый эффект, дядюшка?» «Я могу проникать в прошлое и брать оттуда любой вещь». Моя реакция была моментальной. Сунув левую руку в левый нижний карман жилета, я извлек часы и с крайне озабоченным видом посмотрел на них, а правой рукой потянулся к телефонной трубке. «Ой, простите, дядюшка», сказал я, изобразив сожаление в голосе. «Но я только что вспомнил о весьма важном свидании. Так досадно, но я уже опаздываю. Всегда рад вас видеть, но боюсь, мне уже надо бежать». «Да-да, видеть вас доставило мне истинное удовольствие. Пока, дядюшка, я побежал». Но поднять телефонную трубку мне так и не удалось. Я приложил все усилия, но рука дядюшки Отто намертво прижала мою руку вместе с телефоном к столу. Силы были явно неравные. Говорил я вам, что мой дядюшка Отто в тридцать втором году защищал честь Гейдельбергского университета по классу вольной борьбы. Он нежно, как ему казалось, взял меня под локоть, и я уже не сидел, а стоял. Это сэкономило мне лишнюю затрату мускульной энергии на то, чтобы самому подняться со стула. Так я пытался утешить себя. «Пошли», сказал он. «В мой лаборатория пошли». И он действительно отправился в свою лабораторию, а мне, поскольку я не имел под руками ножа, чтобы отсечь зажатую, как в тисках, левую кисть, пришлось последовать за ним. Лаборатория моего дядюшки Отто находилась в самом конце коридора за поворотом в одном из корпусов университета. С тех пор, как эффект Шемельмайера стал величайшим открытием, дядюшка больше не читал лекций, был освобожден от всякой научной деятельности и предоставлен самому себе. Об этом красноречиво свидетельствовал вид его лаборатории. «Разве вы больше не запираете двери лаборатории, дядюшка?» — спросил я. Он хитро посмотрел на меня и наморщил свой огромный нос так, будто собирался чихнуть. Дверь заперта с помощью реле Шемельмайер. Я заветное слово подумать, и дверь открывается. Кто слова не знает, дверь не открывает. Даже директор университета, даже сам привратник не открывает. Я почувствовал легкое волнение. «Черт побери, дядюшка, такой замок может дать вам... Да, продать патент, чтобы разбогател еще какой-нибудь один большой дурак, а? После этого банкета вчера? Ни за что. Я сам разбогатеть должен». Когда имеешь дело с дядюшкой Отто, хорошо одно. Вам никогда не приходится что-либо ему втолковывать, чтобы он уразумел. Вы всегда наперед знаете, что это бесполезно. Поэтому я переменил тему. «А где же машина времени?» спросил я. «Дядюшка Отто выше меня на сантиметров тридцать, весит килограмм на тринадцать больше и здоров как бык. Когда такой человек берет вас за душу и трясет как грушу, единственное сопротивление, которое вы способны ему оказать, это измениться в лице. Что я и сделал. Я посинел». Он зловещий прошипел. «Тихо». И я все понял. Наконец он отпустил меня. «Никто не должен знать о Проект Икс». Затем многозначительно повторил. «Проект Икс, понимаешь?» Я молча кивнул. Даже если бы я захотел что-либо ответить, я все равно бы не смог. Травмы дыхательных путей, как известно, не проходят мгновенно. «Я не прошу тебя верить мне на слово. Я демонстрирую тебе». Я постарался остаться у самой двери, он спросил. «У тебя есть заметки, записка или что-нибудь с твой почерк?» Я порылся во внутреннем кармане пиджака. Где-то у меня были заметки, сделанные на тот случай, если ко мне как-нибудь все же забредет клиент. «Не показывай мне. Надо записку порвать. Мелкие обрывки, положить вот в этот мензурка». Я разорвал листок с моими заметками на сотню мелких кусочков. Он внимательно посмотрел на них и стал прилаживать что-то, пожалуй, это было похоже на какую-то машину. К ней на кронштейне была приделана пластина из толстого матового стекла, напоминающая поднос для зубоврачебных инструментов. Я ждал, пока он довольно долго что-то налаживал. Потом он сказал «Ага!» и издал звук, который невозможно изобразить графически. Над стеклянной пластиной в воздухе появилось нечто похожее на расплывчатое изображение. Чем больше я вглядывался в него, тем отчетливее оно становилось. И наконец, нет, я враг всяких сенсаций, но это действительно был листок бумаги с моими заметками, сделанными моей собственной рукой. Очень разборчиво, так что все можно было прочесть. «А можно потрогать?» спросил я несколько странным голосом, отчасти от охватившего меня волнения, отчасти от последствий деликатной манеры моего дядюшки преподавать мне уроки бдительности. «Нет, нельзя», ответил он и правил руку через изображение. Оно осталось нетронутым. «Это всего лишь изображение в одном фокусе четырехмерного параболоида. Другой фокус находится в той временной точке, когда ты свой листок еще не разрывал». Я тоже провел руку через изображение и ничего не почувствовал, кроме пустоты. «А теперь смотри», сказал он и повернул переключатель. Изображение исчезло. Он взял пальцами горстку обрывков, бросил в пепельницу и поджег, затем высыпал пепел в раковину и открыл кран. После этого он снова повернул переключатель, и я увидел изображение, но теперь оно было другим. Не хватало сожженных дядюшкой обрывков бумаги. «Те клочки, что вы сожгли, дядюшка, их нет?» сказал я. «Совершенно верно. Машина времени может проследить во времени гипервектора молекул, на которые она сфокусирована. Если же молекулы растворились в воздухе, то все». У меня родилась идея. «А если бы у вас был только пепел от сожженного документа?» «Проследить во времени можно только эти молекулы». «Но они были бы слишком равномерно распределены, и изображение документа получилось бы расплывчатым, нечетким, не так ли?» «Спросил я». «Да, возможно». Идея все больше захватывала меня. «Послушайте, дядюшка, да знаете ли вы, сколько заплатит вам полицейское управление за эту машину? Да она просто находка для следственных органов». Я тут же осекся. Мне совсем не понравилось, как грозно вытянулся мой дядюшка, и я поспешил вежливо спросить. «А вы, кажется, что-то хотели сказать, дядюшка?» У него все же замечательная выдержка у моего дядюшки Отто. Он всего лишь заорал на всю лабораторию. «Запоминай раз и навсегда племянничек. Мое изобретение это, мое изобретение. Мне нужен капитал, но капитал от другой источник, чем мои идеи продавать. Потом я фабрика флейт открывать, это моя первая задача. Потом на доходы я строить векторная машина времени. Но сначала флейты. Самая первая моя флейта. Вчера я клятву давал. Эгоизм кучки людей мешает миру великую музыку слушать. Почему мое имя история должна запоминать как имя убийцы? Неужели эффект Шемельмайер должен жарить человеческий мозг? Или он может людям давать великую музыку? Прекрасную музыку? И величественным жестом пророка он протянул вперед одну руку, а другую заложил за спину. Стекла окон задребезжали от его могучего голоса. «Дядюшка, вас могут услышать», поспешно сказал я. «Тогда и сам перестань кричать», ответил он. «Но как же, дядюшка, вы достанете капитал, если не используете эту машину?» «Я еще тебе не все сказал. Я могу изображение материализовать. Делай, как настоящая вещь. А если эта вещь очень ценная?» Это уже был другой разговор. «Вы хотите сказать что-нибудь вроде затерянных документов, пропавших рукописей, первых изданий? Вы это хотите сказать?» «Нет, здесь есть один трудность. Нет, два, даже три». Я боялся, что он будет читать и дальше, но, слава богу, он ограничился всего лишь тремя. «Какие же, дядюшка?» спросил я. «Прежде всего, я должен иметь вещь в настоящем, чтобы сфокусировать машину. Иначе я не могу ее в прошлом найти». «Вы хотите сказать, дядюшка, что можете достать из прошлого только то, что существует в настоящем и на что вы сами сможете поглядеть собственными глазами?» «Да». «В таком случае трудности номер два и три это должно быть лишь теоретические трудности». «Но что же это за трудности, дядюшка?» «Я могу извлечь из прошлого вещь весом только в один грамм. Всего один грамм. Одна тридцатая унции». «Ну почему? Машина не обладает достаточной мощностью». Дядюшка раздраженно поморщился. «Это обратная экспоненциальная связь. Вся энергия вселенной не сможет достать из прошлого предмет весом более это объяснение ничего мне не дало». «Ну а третья трудность?» спросил я. «Видишь ли?» Он умолк раздумывая. «Чем больше расстояние между двумя фокусами, тем гибче связь. Оно должно быть определенным, это расстояние, чтобы достать вещь из прошлого. Короче, я должен попадать ровно на 150 лет назад». «А, понимаю», сказал я. «Хотя ничего не понял». Итак, резюмируем. Я постарался вести себя как профессиональный юрист. «Вы хотите достать кое-что из прошлого, что помогло бы вам приобрести небольшой капиталец. Это должно быть нечто реально существующее, на что вы можете поглядеть собственными глазами, следовательно, потерянные документы, представляющие историческую или археологическую ценность, исключаются. Вещь должна быть весом меньше одной тридцатой унции, следовательно, это не может быть бриллиант кулинан или что-нибудь в этом роде. Вещи должны быть не менее 150 лет, так что какая-нибудь редкая почтовая марка исключается. Совершенно верно, сказал дядюшка Отто, ты все правильно понимал. Но что же я все-таки понимал? Я поразмыслил еще две секунды. Нет, я ничего не могу придумать, дядюшка, мне пора, до свидания. Я не очень верил, что мне удастся так легко оделаться, однако все же направился к двери. Все получилось именно так, как я предполагал. Руки дядюшки Отто железной хваткой сжали мои плечи, я почти повис в воздухе. Вы испортите мне пиджак, дядюшка. Гарольд, сказал он, как мой адвокат, ты так легко от меня не отделаешься. Я не брал у вас задатка, буквально прохрепел я, ибо воротничок сорочки врезался мне в горло. Я попытался было глотнуть, и верхняя пуговица с треском отлетела. Дядюшка немного поостыл. Задаток есть пустой формальность между племянник и дядя. Ты должен быть лояльный адвокат, так как я и есть твой дядя и твой клиент. Кроме того, если ты мне не помогаешь, я твои ноги за шею надеваю и тобой играю, как футбольный мяч. Будучи юристом, я не мог остаться глухим к подобного рода доводам, поэтому я ответил «Хорошо, я сдаюсь. Ваша взяла, дядюшка». Он отпустил меня. И в эту самую секунду, когда я теперь вспоминаю все, именно этот момент представляется мне фантастически неправдоподобным. У меня родилась идея. Это была гениальная идея, подлинная находка, то, что случается с человеком один и только один раз в его жизни. Тогда я не сказал всего сразу моему дядюшке Отто. Мне нужно было время, несколько дней, чтобы самому все хорошенько обдумать. Но я сказал ему, что следует делать. Я сказал, что он должен поехать в Вашингтон. Нелегко было уговорить его на это. Но если хорошо знать дядюшку Отто, то это вполне возможно. Я выудил из своего портмоне две бумажки по 10 долларов и отдал их ему. На проездные я дам вам чек, а эти 20 долларов держите как залог, если я вдруг как адвокат поведу нечестную игру, сказал я. Он призадумался. Ты не такой дурак, чтобы рисковать 20 долларами, согласился он. И он был прав. Он вернулся через два дня и объявил мне, что вещь сфокусирована. В конце концов, это не представляло трудности, ибо она была выставлена для всеобщего обозрения. Правда, она находилась в воздухонепроницаемом наполненном азотом стеклянном ящике, но дядюшка Отто сказал, что это не имеет значения, и в лаборатории за 400 миль от подлинника воспроизведение его со всей возможной точностью было вполне осуществимо. Мой дядюшка заверил мне в этом. Прежде чем мы начнем, дядюшка Отто, я хотел бы уточнить две вещи, сказал я. Что еще? Что? Что? дядюшка даже заикался от нетерпения, так ему хотелось поскорее начать опыт. Ну что? Я оценил обстановку. Вы уверены, дядюшка, что если мы воспроизведем какую-то часть или деталь вещи из прошлого, это не отразится на самом чем тогда тратить такое огромное количество энергии? Тогда я перешел ко второму вопросу. А мой гонорар? Хотите верьте, хотите нет, до этого я ни разу не заикался о деньгах. Не упоминал о них и дядюшка Отто. А теперь слушайте, что было дальше. Его рот растянулся в некое подобие приятной улыбки. Гонорар. Десять процентов от выручки, сказал я. Это все, что я прошу. У дядюшки отвалилась челюсть. А какой будет выручка? Возможно тысяч сто. Вам останется девяносто тысяч. Девяносто тысяч. Химмель. Тогда чего же мы ждем? Он бросился к машине и уже через тридцать секунд над стеклянной пластиной в воздухе возникло изображение старинного пергамента. Он весь был густый, списан аккуратным мелким почерком и напоминал представленный на конкурс образец каллиграфического искусства. Внизу стояли подписи. Одна большая, размашистая, а под нею пятьдесят пять поменьше. Странное дело, я почувствовал, как горло подкатил комок. Я видел немало репродукций декларации независимости, но передо мной сейчас был ее бесспорный оригинал. Настоящая, подлинная декларация независимости. «Черт побери! Поздравляю с успехом!» сказал я. «И сотни тысяч долларов, да?» сказал дядюшка, не забывая о деле. Теперь настало время все ему объяснить. «Видите, дядюшка, внизу вот эти подписи? Это имена великих американцев, отцов-основателей страны, которых мы все помним и чтим. Все, что касается их, дорого каждому истинному американцу». «Ладно», буркнул дядюшка Отто, «если уж ты такой патриот, я могу сыграть тебе на мой флейта звездно-полосатый флаг». Я поспешил хихикнуть, чтобы дать ему понять, что воспринял это как шутку, ибо и впрямь испугался, что он чего доброго возьмет свою флейту. Вы бы поняли меня, если бы слышали, как он исполняет звездно-полосатый флаг на своей чудо-флейте». Я продолжил. Один из подписавших декларацию независимости от штата Джорджия умер в 1777 году, то есть год спустя после того, как подписал этот документ. После него немного осталось, и образцам его подлинной подписи просто цены нет. Звали его Баттен Гвиннет. «А что это нам даст?» спросил дядюшка Отто, продолжая, должно быть, думать только о приходящих ценностях в современном мире. «Перед нами», сказал я, «подлинная подпись Баттена Гвиннета, поставленная им на самой Декларации Независимости». Дядюшка Отто погрузился в полное абсолютное молчание. «А привести его в такое состояние что-нибудь дозначит. Надо, чтобы его действительно что-то по-настоящему потрясло». «Вы видите его подпись?» продолжал я, «в левом крайнем углу рядом с подписями двух других представителей штата Джорджия, Лимона Холла и Джорджа Уолтона». «Вы заметили, что все они поставили свои подписи совсем рядом, хотя было свободное место и сверху, и снизу». Заглавная Г фамилии Гвинета почти сливается с именем Холла, поэтому мы не будем их отделять, а воспроизведем все три подписи вместе. «Как вы думаете, вам это удастся?» «Видели ли вы когда-нибудь собаку-ищейку, которая улыбается?» «Ну тогда вы представляете, как выглядел в эту минуту мой дядюшка Отто». «Пятно ярко-красного цвета упало на подписи трех сенаторов от штата Джорджия». «Я никогда, это еще не пробовал», несколько волнуя, сказал дядюшка. «Как?» почти выкрикнул я. «Так значит, он сам еще не знает, как работает его машина. На это требуется очень много электроэнергии, а я не хотел, чтобы университет спрашивал, чем я здесь занимаюсь. Но ты не волнуйся, мой математика еще никогда меня не подводил». Я молился в душе, чтобы его математика и на сей раз его не подвела. Пятно становилось все ярче, все ослепительнее, и лаборатория наполнилась ровным низким гудением. Дядюшка Отто повернул переключатели. Один, второй, третий. Вы помните случай, когда весь верхний Манхэттен и Бронкс внезапно на целых полсуток лишились электричества из-за того, что перегорели предохранители на главной турбине? Не стану утверждать, что именно мы с дядюшкой Отто виноваты в этом, ибо не намерен, чтобы меня чего доброго еще привлекли к ответственности. Но скажу только одно. Когда дядюшка Отто повернул третий переключатель, должно быть, перегорели пробки. В лаборатории мгновенно погас свет, а сам я очутился на полу. В ушах звенело, на мне лежал дядюшка Отто. Мы кое-как поднялись на ноги, и дядюшка отыскал ручной фонарик. Осветив машину, он завопил в отчаянии. Короткие замыкания, короткие замыкания. Моя машина вся погиб. А подписи, подписи, дядюшка, крикнул я. Вы получили подписи? Он прекратил причитание. Я не посмотрел. Он посмотрел, а я... Я закрыл глаза. Не очень-то легко видеть, как из-под носа уплывают сто тысяч долларов. И тут я услышал торжествующий вопль дядюшки. «Ага, ага». И быстро открыл глаза. В руках у него был кусок пергамента два дюйма на два. На нем стояли три подписи и самой верхней была подпись Баттана Гвинета. Подпись, уверяю вас, была абсолютно подлинной. Это не была подделка. Этот кусок пергамента на все сто процентов был подлинным документом. Я хочу, чтобы вы это поняли. На широкой ладони дядюшки Отто лежала подпись Баттана Гвинета, поставленная собственноручно на куске пергамента, являющегося частью подлинной, неподдельной и единственной декларации независимости. Было решено, что в Вашингтон поедет дядюшка Отто. Я для этой роли не годился. Я был адвокат, я слишком много знал. Он же был просто гениальным изобретателем и от него не требовалось, чтобы он в чем-либо разбирался. К тому же никому и в голову не пришло бы заподозрить доктора Отто Шамельмайера в каких-либо нечестных проделках. Мы целую неделю сочиняли подходящую версию. Я даже купил для этой цели в букинистической лавке книгу, старинную книгу о штате Джорджия времен гражданской войны. Дядюшка должен был прихватить ее с собой и сказать, что нашел этот кусок пергамента в книге, письмо Континентальному Конгрессу от штата Джорджия. Дядюшка лишь пожал плечами и поднес пергамент к горелке Бунзона. Его физика мало интересовала история ее реликвии, но тут он услышал специфический запах тлеющего пергамента. Он сбил пламя, и в руках у него остался лишь кусок, где стояли три подписи. Он посмотрел на пергамент и имя Баттона Гвинета вернуло его к действительности. Он выучил наизусть все, что должен был говорить. Я предложил поджечь края пергамента так, чтобы чуть-чуть пострадала подпись сенатора Уолтона. Для большей правдоподобности, пояснил я. Конечно, подпись, где не все буквы видны, теряет свою ценность, но у нас здесь целых три подписи. В душу дядюшки Отто закралось сомнение. А если они сравнивают эти подписи с теми, что на декларации? Если они замечают, что они как две капли воды похожи? Они подозревают подделку, верно? Ну, конечно. Но что они смогут сделать? Пергамент подлинный, чернила тоже и подписи тоже. Им придется согласиться с этим. Чтобы они не подозревали, доказать им ничего не удастся. Я надеюсь, что они поднимут шум вокруг всего этого. Им, конечно, и в голову не придет, что вы достали этот кусок из времени, а реклама лишь поднимет цену нашего пергамента. последняя фраза ободрила дядюшку Отто. На следующий день он поездом отбыл Вашингтон, мечтая о своих флейтах. Длинных и коротких флейтах трэмола, флейтах гигантах и микро флейтах, флейтах для музыкантов-одиночек и для мощных оркестров. О целом мире флейт, играющих по одному только велению человеческого разума. Помни, были его последние слова. У меня нет денег починить мой машин. У нас не должно быть осечка. Осечки не может быть, дядюшка Отто, заверил я его. Не может. Ха и ха. Он вернулся через неделю. Я звонил ему в Вашингтон ежедневно и каждый раз он мне отвечал, что они исследуют. Исследуют? А разве вы бы не сделали этого? Но что же это им даст? Я встречал его на вокзале. Лицо его ничего не выражало. Я не посмел ни о чем спросить его на людной платформе. Хотелось только задать вопрос, да или нет. Но я решил, пусть лучше он сам расскажет. Я привез его в свою контору, я предложил ему сигару и виски. Свои руки я спрятал под стол, но толку от этого было мало, стол ходил ходуном, поэтому я сунул их в карман и продолжая уже мелко дрожать всем телом. Он сказал, они исследовали. Ну конечно, я же вас предупреждал, что они это сделают. дядюшка медленно затянулся сигарной, затем сказал, этот тип из бюро документов пришел ко мне и говорил, профессор Шемельмайер, говорил он, вы есть жертва хитрый обман. Да, спросил я, как может это быть обман? По вашему что, подпись ненастоящий, да? Он тогда отвечал, это действительно не похоже на поделку, но все таки это подделка. Но почему это есть подделка, спрашивать я? Дядюшка отложил сигару, отставил стакан с виски и наклонился ко мне через стол. Он держал меня в таком напряжении своим рассказом, что я сам поневоле тоже придвинулся к нему поближе и потому в какой-то степени сам виноват во всем, что потом произошло. Да, вот именно, залепетал я. Почему это должно быть подделкой? Они не могут этого доказать, потому что это подлинная подпись. Какая же это подделка? Голос дядюшки Отто стал просто медовым. Мы доставали пергамент из прошлого. «Да, конечно, вы же сами его доставили». «Значит, из прошлого». «Да, 150 лет назад. Вы же сказали «150 лет назад пергамент, на котором написана декларация независимости, и он был совсем новый, не так ли?» Я начал понемногу соображать, но все же недостаточно быстро. Голос моего дядюшки стал подобен раскатом грома. «Если твой Бат-Энгвинет умирает в 1777 год, ты большой, глупый, набитый дурак, почему не соображает, что его подпись не может сейчас стоять на совсем новый кусок пергамент?» Далее помню только, что стены и потолок не то сдвинулись, не то рухнули, не то понеслись вокруг меня в диком плясе. Я надеюсь, скоро снова быть на ногах. На мне нет ни единого местечка, которое бы не ныло и не болело, но врачи уверяют, что кости все целы. И все-таки дядюшка поступил нехорошо, заставив меня проглотить этот ужасный кусок пергамента. Большое спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам понравилось, я буду очень признателен, если вы напишите комментарий, даже просто сердечко или огонечек, это поможет ютубу понять, что это видео можно предлагать посмотреть другим зрителям. Неравнодушные люди, желающие поддержать меня и мой канал финансово могут это сделать по реквизитам в описании. Спасибо всем большое.